Всем привет! Меня зовут Алена, вы на канале Казиава-Арт и сегодня я буду рисовать голову лисы, которая зевает, ну или орёт, как вам будет удобнее думать. Для рисунка мне понадобится карандаш, это у меня 4b и клячка. Вы можете взять любой другой карандаш, ну и собственно клячку заменить на резинку. Первым делом надо мне рассчитать где примерно будет голова, но она будет наверно вот здесь и там еще половинка сверху будет для ушей. Я рисую линию и линию вертикальную, горизонтальную и вертикальную. Теперь отмеряю какой-то отрезок и этот отрезок я отмеряю вниз и прорисовываю квадрат. Вы можете делать это с помощью линейки, если вам так неудобно. Теперь делю его напополам и сверху и снизу, ой и сбоку и сверху и делю еще напополам. Вот этот отрезок я как раз наверх и переношу и рисую прямую. Почти прямую. Надеюсь у вас она получится более прямая, чем у меня. И здесь тоже хочу линию подправить, вот что-то совсем она прям кривая получилась. Ну вот так вот сойдет. Вот такой вот прямоугольник у меня получился. Еще хочу сразу вот здесь разделить напополам и здесь также напополам. То есть получается три линии горизонтальных и две вертикальных пока что. Ставлю точку посередине и веду линию вот сюда. Вернее от этой точки веду линию к середине. И она будет совершенно не прямая линия, такая изогнутая немножко. Довожу линию, рисую. Это собственно рот, верхняя челюсть. Рисую эту линию вот сюда. То есть чуть пониже, чем вот эта середина. Теперь веду к вот этой точке. Это тоже как серединка получается своего рода. И рисую линию немножечко под углом, наверное где-то угол 5 может градусов. И заворачиваю ее вправо, эту линию. Это собственно нижняя челюсть. Рисую линию вверх под углом. Теперь прямую как бы вертикальную линию, ровно 90 градусов. И теперь надо определиться, собственно, где будет заканчиваться эта челюсть. Вот здесь вот серединку отмеряю и рисую вот такую линию и соединяю. Вот так. И дорисовываю еще вот такую вот линию. Она будет просто вертикальная. И рисую, как бы дорисовываю, так сказать, гортань. Приступаю к пририсовке носа. Здесь я ставлю такую линию также под углом. Теперь делю вот эту вот часть напополам. Нос дорисовываю вот таким образом. И закругляю. А что интересно, у этой зевающей лисы, у этой головы зевающей лисы, у нее тут такая горбинка возле носа. Поэтому ее тоже надо будет изобразить. Я разделила этот квадрат прямоугольник на три части. Это середина и серединка середины. Дорисовываю нос вот такой вот, ну, капелька, не капелька, не знаю, как назвать. И рисую ему ноздрю. Ей ноздрю. Ну, ему носу, ей к лисе. Веду линию вверх. Вот сейчас такая выемка будет, а потом будет немножечко как бы вверх. Вот тут вот еще серединка точка и вот такая горбинка получается. Пока что такая лиса без без зубов такая смешная. Потом все нормально будет, вы не переживайте. Далее, опять же, вот эта серединка. Прорисовываю линию. Здесь опять середина. Все просто, видите, все-все по серединкам. И довожу линию. Это линия, где, собственно, брови, глаза, вот эта вот часть. Приступаю к прорисовке зубов. Зубы будут вот в этой части. Это, получается, середина серединки. Прорисовываю два зубика. И там у нее еще мелких зубов целая куча. Здесь я подстираю лишние линии и хочу немного как бы нос вперед вынести. А то, получается, челюсть слишком длинная и нос какой-то короткий. У нее же нос, он такой, немножечко вперед вытянутый. Поэтому тут я подправляю. И прорисовываю зубы. Таким вот образом. Там есть ближние к нам зубы и дальние зубы. И их все я рисую. Ну, судя по референсу, их все видно. И, надеюсь, вы референс себе сохраняете или как-то делаете скрин, чтобы потом рисовать. Или потом ставите на паузу. В общем, не знаю. Напишите в комментариях, как вы это делаете. А я продолжаю прорисовывать нижнюю челюсть. Это у нее будет соединительная ткань такая черная. И там также зубы. Но вот на нижней челюсти зубы немножечко больше. То есть, если на верхней они не особо там видны, на нижней челюсти они такие помощнее и их больше видно. Потому что, собственно, назевает, оголяет нижнюю челюсть почти полностью. И прорисовываю зубы. Один и второй, чтобы видно было. Здесь я хочу их подлиннее сделать. Вот что-то какие-то сверху короткие как будто бы. Ну и, собственно, дорисовываю зубы. По референсу смотрю там, как они должны быть. Собственно, их там немного. Ну вот так, если смотреть, прям не вдумываясь, то их там где-то 4-5 видно. Нижняя челюсть, конечно, более такая, так сказать, побогаче зубами, чем верхняя. Все, вот, нарисовала я ему зубы. И теперь надо прорисовать еще и глаз. Вот те, где серединка, немножечко влево отступаю и прорисовываю такой глаз. Он просто защуренный будет, приморщенный как-то. И, конечно же, надо нарисовать бровь, чтобы это, ну, собственно, было похоже на глаза. Ну и она, когда прищуривает, она немножечко, ну, бровь вперед выдвигается. Вот даже сами, если вы прищуритесь, ну, зажметесь, вернее, то у вас бровь вперед выдвинется. Я думаю, что на этом этапе надо было показать. И теперь приступаю к прорисовке уха. Вот эту линию, которую я нарисовала, это линия щеки, вот этой вот, у нее же там шерсть тоже так выглядит. Ставлю серединку в этом отрезке, прорисовываю такую дугу. Немножечко влево она смещена и соединяю вот эти две точки. Теперь от верха также веду линию вниз, тут вот серединка, довела ее и рисую линию. Также тут тоже серединка такая, ну, и, собственно, закругляю ушко. И второе, второе чуть пониже будет, это здесь шея будет продолжаться. И ушко получается там, позади как бы. И тут вот у нее там такая, как щека, не щека, ну, в общем, у нее тут шерсть такая возле щеки. Заштриховываю я эту черную часть, вот эти вот, соединительная вот эта часть верхней и нижней челюсти. И рисую щечку. Теперь приступаю к прорисовке, ну, немножечко шерсти, как хотите называйте. Ну, в общем, там в ушах есть такая штука, как шерсть. И я это же рисую. Шутка, конечно. А сейчас я отделяю линию оранжевую и белую. Ну, то есть она же там, грубо говоря, двух цветов. Ну, сложно, если прям совсем грубо говоря, то двух цветов. Верхняя часть у нее более оранжевая. Нижняя она такая более желтая, желто-белая какая-то такая непонятная. Сейчас я хочу немножечко подкорректировать нижнюю челюсть, сделать ее немножечко тоньше и не такой, как сказать, не такой толстый, что ли. Ну, в общем, потоньше хочу сделать вот таким образом. Стираю все линии и начинаю штриховать. На этом этапе я сразу нарисую ей усы, потому что я про них забуду обязательно. У меня почему-то с усами все время проблемы, я их забываю. Вот все нарисую, шерсть там, все детально. И потом обязательно забуду усы. Боковой частью карандаша начинаю прорисовывать ей шерсть в ушах. Это, наверное, самая темная часть вместе с вот этой слизистой, которая соединяет верхнюю и нижнюю челюсть. И дальше просто выделяю полностью ее боковой частью карандаша. Почему боковой? Потому что если я буду делать тонкой частью, то они получатся не такие жирные. Ну и, собственно, если сильно нажимать, то можно прям сломать карандаш. А если боковой частью, то это, во-первых, удобно, во-вторых, более темная точка получится, более темная линия. Ну и плюс ко всему карандаш самоточится, так сказать. То есть я его редко-редко точу, он сам затачивается. Ну и, собственно, все эти темные части я выделяю. Слизистую также хочу сделать темной. И вот там вот за, так сказать, за ближними зубами там тоже темная будет часть. Ну ее будет видно просто. Ну и осталось... Темной части я уже сделала. Осталось ее только нарисовать и... прорисовать ей шерсть. Ну даже не прорисовать, а больше просто заштриховать. Так, чтобы видно было, что она, ну, достаточно пушистая. Это видео не про шерсть, это скорее просто про штриховку. Если вы хотите посмотреть, как рисовать шерсть, есть много роликов у меня. Сейчас они в основном на YouTube-канале, но я пытаюсь их перенести все, чтобы вы все в одном месте могли найти. Но это пока займет достаточно много времени. Ну, боковой частью карандаша наношу вот такие вот... Ну, такую шерсть, можно сказать, в верхней части. И доштриховываю ее ушки там. Также пытаюсь немножечко сделать ее шерстяной. И внизу немножечко штриха. Ну, собственно, вот такая вот голова лисы кричащая у меня получилась. Обязательно пишите в комментариях, понравилось вам или нет. Подписывайтесь на каналы ВК, Дзен, Ютуб и Телеграм. В Телеграм вступайте, там есть спойлеры. Не то, чтобы прям там сильно интересно, но для вас будет интересно. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, кстати, кого еще нарисовать. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok